Всем здравствуйте! Вы на канале с Аленой, вы на канале с холистическим психологом, вы на канале с клиническим психологом. Здесь мы говорим о самом главном, о вашей психической составляющей и о вашей физике. На этом канале мы говорим о том, как поддержать психику и тело здоровыми. Сегодня говорим про, вы мне пишите, я отвечаю параллельно, про кандидоз и различные проблемы женские. Именно с такими вопросами обращаются ко мне мои телезрительницы, мои клиентки в последнее время. Алена, чем не лечу, действительно опять этот кандидоз. И часто я чувствую, что это связано либо с нервами, либо с какой-то историей, которая вызвала у меня тревогу. Как справиться? Ходила к гинекологу сто раз уже, но все равно ничего не помогает. Как всегда, напиши, пожалуйста, о том, как помогать себе нутрицептиками и как помочь себе вообще в этой ситуации. Спасибо большое, Оксана, вам за письмо. Отвечаю, друзья. Вагинальный кандидоз, грибковый кандидоз, это вообще вещь, которая действительно лечится от личного гинеколога. Но если есть проблемы, связанные с высоким уровнем стресса, высоким уровнем токсической нагрузки, то, к сожалению, гинеколог не может это за вас исправить. Могу сказать, что если вы понимаете, что есть проблема, связанная с стрессом, мы должны на это воздействовать. Но если уже не успели, что делать? Можно использовать, друзья, коллоидное серебро. Можно использовать подарку, можно использовать перец-чеснок, который является ядохимикатом, который воздействует на всякие бактерицидные клетки и уничтожает их. Можно использовать, например, горцинию камбожскую и можно использовать бифиду флору. То есть, что нам важно сделать? Нам важно поработать с микрофлорой, нам важно поработать с устранением бактериальной инфекции и нам важно наладить психологическое состояние. То есть, мы себе даем и микрофлору, и даем себе и нутрицептики, и даем себе противогрибковые препараты. Но все это не одновременно, а постепенно. Если интересно, пишите схему, вам распишу, а чисто со психологической точки зрения могу вам рассказать такие истории. Женщины, которые попадают в постоянный кандидоз, это женщины с высоким уровнем стресса, жизненных условий, каких-то других условий, которые вызывают повышение возбуждения. Если постоянно центральная нервная система возбуждена и нет отдыха, то как будто бы условно иммунная начинается атака. Мозг начинает воевать со своими клеточками. Бывает так, что это вообще не связано с нутрицептиками, с едой. А бывает это связано, как я говорю, с высоким уровнем стресса. Еще один момент, это проявление других сопутствующих заболеваний. То есть, например, менопаузы, климакса, других моментов, которые влияют на состояние женское. Поэтому будьте здоровы, пишите свои вопросы, пишите комментарии. Могу сказать, что у моих девчонок, кто у меня в консультациях, у них всегда есть расписанная психотерапевтическая поддержка. Я с ними обсуждаю их сферы, которые их будоражат. И создаю поддержку нутрицептиками. Надеюсь, видео вам полезно. Пишите комментарии. Пока.